Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Геем и сегодня у нас новая серия на проекте Amazon HolyPlay. В этом видео вы видите как я покупал бизнес, получается бизнес семейный у нас СТО. С вас ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Также я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Amazon HolyPlay. Также, пацаны, давайте, если вы наберете на этой серии 300 лайков, то я сниму видео и покажу полную финку этого бизнеса. Желаю вам приятного просмотра. Так, пацаны, пока я жду, получается, владельца СТОРа Замаса, именно это СТО мы будем покупать. Я хочу большое сказать спасибо Джое Путбуль. Он закинул, получается, вчера 53 миллиона. Это просто, на самом деле, пиздец, пацаны. Благодаря ему мы сейчас можем купить себе бизнес. Кстати, придется сливать, получается, автопарк, пацан, но начать от этого я вам чуть позже объясню. Я, получается, буду отдавать свою Ешку, 3,3 единицы. Сейчас я передам дом чуваку, получается, на час, потому что у него нету места. Я передам ему дом, потом передам ему Ешку, получается. А он, получается, сольет бизнес гос, и я его куплю. Вот, кстати, по-моему, он приехал, да. Все, сейчас я ему дом продаю, получается. Через час он мне должен его отдать. Все, я ему продал. Сейчас мы, короче, уже едим в Нотариус, и я буду отдавать ему эту машину. Блин, на самом деле, очень жалко ее давать, потому что очень классный Мерседес, пацаны, 3,3 единицы. Но я все это делал во благо семьи, чтобы у семьи был очень крутой бизнес. Поэтому, пацаны, я надеюсь, что лайк вы уже поставили. Реально, очень просто жалко, потому что я ее покупал еще зимой. И я эту тачку могу спокойно продать за 40-50 миллионов. Поэтому, сейчас я даю Е-шку, получается, и потом я должен буду дать 100 миллионов. Все, я продал ему за 0, 3Е, 3 единицы. Ну, теперь побежали, получается, к СТО. Так, все, мы возле бизнеса, получается. И ждем, пока он в гос сольет, чтобы я купил его к бизнесу семье, пацаны. Просто ключевой момент, на самом деле. Сейчас слив в гос, потом сколько еще будете должны. Так, давайте напишу 100 миллионов. 100 миллионов мы ему еще будем должны. Так, давайте я тоже тайм сделаю. Все, тайм есть, сделал. Сейчас ждем, пока он его сливает в гос. Так, я уже готов его покупать. Все, я купил, пацаны. Я купил за 20 миллионов. Отлично, отлично, отлично. Так, по-моему, купил, да? Да, Family Кирилл Гейм, пацаны, можете меня поздравить теперь. Осталось, получается, дождаться Рому. Это разработчик проекта Amazon Crowley Play, Clinton Jones. Он, получается, мне заберет 100 миллионов и передаст их ему. Вот, пацаны, здесь, в принципе, все показано. Уже прибыль за день 180 тысяч. Ну, в принципе, нормально, сейчас 6 утра, он оплачивает только на 3 дня. Итак, пацаны, я, получается, заспавнился на особняке и пора сливать машины. Как бы это грустно не звучало, но, скорее всего, придется слить именно все машины, потому что нужно отдать, как вы поняли, еще 100 миллионов. Как бы машину я дал, Ешку можно продать за 40-50 миллионов. То есть, как бы я отдал Ешку и еще я должен, получается, отдать 100 миллионов. Поэтому придется сливать сейчас все машины. Я уже написал, что я купил бизнес, типа, для семьи. Я говорю, типа, машины придется сливать. Там, пацаны пишут, типа, не надо, не надо. Но, как бы, другого выхода нету. Все равно, как бы, С-100 несет прибыль. Там, Финка, довольно-таки нормально. И поэтому, я думаю, через месяц мы уже какие-то машины по-любому купим. Я считаю, что в этом случае не нужно расстраиваться, потому что бизнес это лучше, чем машины. Да, я мог бы потратить 55 миллионов именно на новые машины в семью. Но, во-первых, у нас и так хорошие машины, как бы, я думал, видите. Во-вторых, ну, так неинтересно, пацаны. Вот зачем? Как бы, да, я потрачу эти деньги, но от этого толку нету. А так, у нас свой семейный топовый бизнес из 100 в Арзамасе. Также у нас есть 100 еще в Южном за ДПС, пацаны. Поэтому, я считаю, что я все сделал правильно. Поэтому и решение. Пишем F-меню, получается, управление транспортом, список всех машин. И будем продавать все машины. Мне, честно, самому жалко это делать, но придется их продавать. Все, погнали. Я пока не буду смотреть, сколько денег выходит, типа. Все, пацаны, я продал все машины. И, получается, вышло 68 миллионов. То есть, еще нам нужно 30 миллионов почти нам нужно, короче. Поэтому, вот такие вот дела, пацаны. Я продал абсолютно все машины. Просто абсолютно все машины. Можете сами в этом убедиться. Машин у нас не осталось. Сейчас вы видите, как я продавал свою Audi R8 на номерах AMR 39. Я допустил очень большую ошибку, за что я получил наказание. Мне дали вареник махинации с футболной валютой. Как это произошло, пацаны? Я в спешке совсем забыл, что через общак нельзя передавать деньги. Получается, я через селкар ему машину кинул за 12 миллионов. И 8 миллионов он кинул в общак. Деньги за машину он кинул в общак. А это делать запрещено. Но я совсем об этом забыл. И поэтому получил варен, в принципе, который можете наблюдать на экране. Поэтому, пацаны, будьте внимательны. Не допускайте таких ошибок. Запрещено передавать деньги за что-либо. Именно там за продажу какой-то машины, либо бизнеса. Запрещено передавать деньги. Хорошо, что я делался только вареником. Если бы меня забанили, либо деактивировали, это было бы уже совсем очень плохо. Поэтому, пацаны, запомните и не делайте моих ошибок. Так, пацаны, я сейчас, короче, продаю свою Audi R8. В общем, блин, очень жалко ее продавать, потому что она у меня всего лишь третий день. Очень хорошая машина, пацаны, но нужны деньги. Я уже с ним договорился, получается. Сейчас я ему продаю ее за 12 миллионов. Потом он мне кидает в банк, ну, в общак 9 миллионов. И через 2 недели он мне дает 14 миллионов, короче. Так, давайте селл. Продать игроку 297-й. Так, 12 миллионов я ему кинул. Теперь он должен ее забрать, получается. Теперь в банк. Так, у нас 78 миллионов. Сейчас я их снимаю. Так, взять ей из общака. Да, 78 миллионов. Вы, если что, не переживайте. Я просто с Ромой договорился, поэтому он мне разрешил снять деньги. Так, 78 миллионов, да? Вот, я снял 78 миллионов, получается. Так, и сейчас он должен 8 миллионов еще кинуть. Сейчас, короче, пацаны, бизнес надо будет на меня перекинуть, потому что я зашел, получается, в агент с недвижимостью. Именно там надо покупать улучшения. И там цены в 3 раза дороже, поэтому я принял решение его перекинуть на себя. Но все равно это будет семейный бизнес. Как бы просто я хотел купить, как семейный бизнес, за того, что, типа, я думал, замы смогут его оплачивать, но они этого делать и могут. А улучшения там все слетели, и стоят они очень дорого. Поэтому, ну, я решил перекинуть бизнес, короче, на себя. Так, все, он положил, получается, 8 миллионов, счет семьи. Так, взять деньги из общака и снимаем 8 миллионов. Нужно сейчас деньги, ну, как бы, деньги я снял, сейчас нужно бизнес на себя перекинуть. Сейчас я его в гос сливаю, получается, мне придет 18 миллионов. Я эти тоже 18 миллионов снимаю. Пишу Роме, и Рома забирает у меня деньги и скидывает, получается, к коду. Вот этот код, кокос, это его бизнес, я у него его покупал. Так, все, я прилетел к бизнесу, получается, сейчас пишем бусинес, потом бизнес, так, изменения, продать государству, да. Все, я забрал его за 20 миллионов, получается. Первый на себе, теперь он на мне, пацаны. Это из-за того, что цены пиздец дорогие, на улучшения там, чекпоинт поставить и так далее. Теперь направляемся в банк, сейчас сколько там пришло денег, давайте посмотрим. 18 миллионов пришло, все правильно. Теперь летим, получается, в банк, я снимаю деньги, где-то получится 96 миллионов, но остальное я потом, позже ему отдам, получается. Так, вот Рома, давайте напишем, 95 миллионов забирай у меня и передай ему. Все, вот Рома, ты поехал, Роме, большое спасибо, все, он меня забрал 95 миллионов, вон там списалось. Я думаю, видно, 95 миллионов просто, пацаны, уходят, в принципе, и ему сейчас он, получается, передает остальные. Ну, 95 миллионов он меня забрал, и ему он их передал. Давайте напишем ему спасибо большое, пацаны. Реально, Роме, большое спасибо, если бы не он, то у нас бы ничего не получилось. Так, пацаны, я хочу название поменять, сейчас я вам вставлю скриншот именно, сейчас вам покажу, какие сейчас цены, вот, улучшение семейного бизнеса. Ой, не семейного бизнеса, я же его на себя уже прикинул, но все равно, пацаны, это остается семейным бизнесом, не думайте, что я себе его, типа, забрал. Улучшение бизнеса, вот, смотрите, добавить в каталог стоит 300 тысяч, извините, название стоит 500 тысяч, а вот сейчас я вам ставлю снизу, получается, скриншот, сколько стоит улучшение, когда это семейный бизнес, пацаны. Я считаю, что я сделал правильно, поэтому просто поставьте лайк и поддержите меня. Так, изменить название, так, давайте посмотрим, как называется Ваня Бизнес, так, давайте GPS, если что, Ваня Бизнес, тоже СТО, но только в южном получается. Так, организации, вот, бизнес, СТО, так, Family, Кирилл Гейм, отлично, так, сейчас мы поменяем название. Блин, надо деньги на бизнес положить, сейчас, пацаны, все сделаю. Так, и снова я здесь, короче, я положил деньги, и давайте покупать улучшение. Что вообще, я хочу сейчас название поменять, пока деньги есть, у меня есть там 500 тысяч, потом добавить каталог, это я потом сделаю, в принципе. И нужно будет сделать маркетинговую кампанию, то есть это надо будет потратить примерно, сейчас 500 тысяч трачу, потом надо 450 будет потратить, и потом нужно будет, самое главное, это купить еще продуктов, ну, чтобы большее количество продуктов было. Так, давайте, получается, изменить название бизнеса, так, так, из СТО, Family, Кирилл Гейм будут у нас, да, окей, все, пацаны, я изменил, название изменилось теперь, название Family, Кирилл Гейм, все, в принципе, правильно. В GPS пока что у нас нету, но есть СТО, получается, Ванина, вот бизнес, СТО, Ванин бизнес, короче, получается. Ну, я, скорее всего, сегодня уже куплю, получается, в GPS, чтобы он отображался, поэтому можете приезжать, в принципе, ко мне. Все, пацаны, я думаю, на этом можно заканчивать, вот, находится, где мой бизнес, давайте я вам покажу, в принципе, где он находится, так, вот, в Арзамасе, получается, здесь еще заправка есть, вот, недалеко от Рублевки Арзамаса, находится возле ТРК. Ориентируйтесь просто по ТРК ритму, получается, вот, здесь находится СТО, ну, в GPS я его тоже обязательно добавлю, пацаны, поэтому приезжайте, ставьте тюнинг там, ставьте винилы там и так далее, приезжайте обязательно к нам. Все, всем спасибо за просмотры, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте наберем на этой серии как минимум 300 лайков, потому что серия реально вышла очень классная и насыщенная. Все, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok